В эфире ОТС ежедневная программа «Спортобзор» в студии Кристина Лата. Здравствуйте! В высшей лиге мини-футбола стартует борьба за медали. Уже в субботу «Сибиряк» начнет матчи плей-офф. В этом сезоне новосибирцы выступают в западной конференции. На первой стадии встречаются против новичка восточной зоны Иркутской Ир-Айра. На одной из последних тренировок перед решающими играми сезона побывала наша съемочная группа. По итогам регулярного первенства России новосибирцы заняли третье место. И если учитывать, что «Сибиряк» еще в прошлом сезоне выступал в восточной конференции и были лидерами за Уралом, бронза на западе – отличный исход. Хорошие результаты в новой для себя конференции складывались не сразу. В первой половине сезона новосибирцы с трудом попадали в зону плей-офф. Все поменялось во второй части первенства. Для нас это было не просто начало сезона, тяжелое. Команда была наполовину обновлена, поэтому, наверное, было смешно сразу брать и требовать с команды результата. Да, хотелось бы, чтобы он был, но, как я уже не раз говорил, по самой конкретной игре вопросов было очень мало. Где-то не хватало опыта ребятам, где-то мастерства, где-то терпения, где-то дисциплины. К не самой хорошей игре на старте сезона добавились другие проблемы. Сначала эпидемия травм, затем почти вся команда заболела ковидом. Вдобавок, зная проблемы новосибирцев, соперники не шли на уступки, отказываясь переносить матчи на другие резервные даты. Впрочем, это не помешало сибиряку успешно пройти все препятствия и выдать отличную концовку регулярного сезона. Сегодня наша команда – фаворит на победу высшей лиги. И первый соперник в одной восьмой финала – Иркутская Ираера. Второй круг, насколько я знаю, они там чуть ли не больше всех очков набрали. Поэтому неплохая команда. Мы полностью готовы к ним, разбирали их. Поэтому посмотрим уже в игре, что будет. Но мы прежде всего обращаем внимание на себя, будем гнуть свою линию. И я думаю, что все должно быть хорошо. Иркутская команда – новичок высшей лиги. Попадание в плей-офф шестого места на Востоке – отличный результат для команды Ираера. Кстати, как и сибиряк, представители Байкала во втором круге усилились и набрали отличный ход. После Нового года у Иркутской команды 9 побед, 2 ничьи и всего 2 поражения. Во многом такой результат Ираера связан с приглашением опытного тренера и воспитанника новосибирского мини-футбола Сергея Малышева. Мы на порядок. Соответственно, понятно, что лучше и в командном, и в индивидуальном мастерстве, в технико-тактическом. Поэтому, я говорю, при всем моем уважении к Сергею Малышеву, к его команде, но наша команда должна проходить сложно, несложно. Это не имеет уже значения. Это плей-офф. Задача пройти дальше и все. Как это будет, это уже никому не важно. Главное – пройти и решить свои задачи. В последние годы противостояния Запада и Востока в мини-футболе складываются в пользу первых. Но в этом сезоне по ходу первенства на Западе недосчитались нескольких сильных команд. Сначала недоиграл Ставропольский Голден Игл, затем снялись два Спартака – Московский и Донецкий. Все три команды шли в первой части турнирной таблицы. Впрочем, сейчас это уже не так важно. Главное – новосибирцы вышли в плей-офф. И самое главное – подходят к решающей стадии в хорошей форме. Ну вот мы уже два дня видео смотрим по сопернику. Хороший интерес. Соперник много… Ну, не много, но есть хорошие индивидуальные футболисты, поэтому будет интересно. А вот то, что играми поменялись сначала, должны были на выезде, теперь дома, а потом на выезде – это как-то… Вот можешь сказаться? Нам не принципиально это важно, я думаю. Ну, в любом случае, с любым соперником надо играть. Кого-то можешь в Иркутске выделить? Нет, не буду выделять. Там очень хорошая команда. К сожалению, в первой стадии плей-офф у Сибиряка сыграют не все. Восстанавливаются после травм Максим Осипов и Алексей Горелов. А лучший бомбардир Никита Кузнецов и вовсе выбыл до конца сезона. Радует, что новосибирцы готовились к подобным сценариям и после первого круга усилились мастеровитыми игроками. Команду пополнили Евгений Балдин, Дмитрий Катане и вратарь Илья Беспалый. Впрочем, в любом случае в плей-офф слабых нет. Кто лучше сейчас готов, узнаем уже в субботу в 14.00. Первая игра по просьбе Ираера пройдет в Новосибирске, вторая в Иркутске 16 апреля. Тем болельщикам, кому ближе большой футбол, тоже будет чем заняться на выходных. В субботу свой домашний матч проведет и Новосибирск об этом и других играх новосибирских клубах в нашем традиционном анонсе. Орлы сыграют в манеже «Заря» с «Зенитом». Правда, не питерским, а ижевским. Для новосибирской команды это будет второй матч после возобновления сезона «ФНЛ-2». Соперник – главный аутсайдер группы и замыкает турнирную таблицу. Новосибирцы же ведут борьбу за повышение в классе. Путевку в первый дивизион получит лишь победитель группы. Сейчас на первом месте идет ульяновская «Волга». Сибиряки – вторые. Приблизиться к лидеру Новосибирск смог благодаря убедительной победе над «Амкаром». Ворота пермской команды в предыдущем туре «Орлы» отправили четыре безответных мяча. Надеемся, голевая феерия продолжится и в матче «Зенит» и «Жевск». Стартовый свисток прозвучит в 13.00. В воскресенье, но уже на выезде свой матч проведет волейбольный локомотив. В Нижневартовске наша команда сыграет с «Югра» самоотлор. Статистика явно говорит в пользу железнодорожников. В последний раз они отдали сет сопернику в 2018 году. После все встречи в рамках чемпионата России завершались сухой победой локомотива. Недооценивать соперника все же не стоит. Новосибирцы должны помнить, к чему это приводит. Наглядный пример – недавнее поражение от «Факела». А проигрывать на финише регулярного чемпионата железнодорожникам нельзя, если они хотят напрямую попасть в финал шести. Путевку туда получат два лучших клуба по итогам регулярки. Локомотив сейчас как раз второй в таблице. Держать позицию – главная задача на предстоящие три матча. Оба баскетбольных клуба региона сыграют в мини-турнире за пятые и восьмые места в чемпионате России. Парни из Новосибирска только ждут своего соперника. Он определится в воскресенье по результатам серии между Иркутском и Самарой. А вы, девушки из «Динамо» уже в пятницу 8 апреля проведут первую игру. В соперницах «Надежда» из Оренбурга первый матч пройдет на выезде следующий 12 числа в Новосибирске. Напомню, серия в женской премьер-лиге идет до двух побед одной из команд. Об итогах всех этих матчей мы обязательно расскажем в следующих выпусках «Спортобзора». А на сегодня все. В студии работала Кристина Лата. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok